Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Ну что ж, коронавирус продолжает шагать по стране, статистика увеличивается, и в этой связи неясно до конца, когда же закончится наше сидение всех, ну почти всех, по домам. Знаете, есть категория людей, которым нельзя сидеть по домам, это военные, медики, коммунальщики, ну и журналисты в том числе, но в массе своей народ сидит по домам, и в том числе это, конечно же, дети, школьники, но их педагоги. Хотя у педагогов, наверное, все посложнее, я думаю, как всегда. Но школьники точно сидят по домам, им предлагается дистанционное обучение. Вопрос только, насколько это легко. Поначалу, когда только об этом заявили, школьники сами обрадовались, ура, ура, никогда вставать не надо, кашу эту есть дурацкую на завтрак. Будем дома перед компьютером сидеть. Все вроде бы подумали, что легче, но, как говорится, гладко было на бумаге. Забыли про овраги. Про эти самые овраги мы сегодня поговорим, хотя и про бумагу тоже. В конце концов, наверняка есть и плюсы, может быть, от этого, может быть, не все так плохо, как мне, мамы некоторые жалуются. И об этом мы сегодня поговорим. А вы звоните по телефону 3190, телефон прямого эфира 3190. И все, что вы думаете о дистанционном обучении в школах, можете и про детские сады сказать, хотя там, насколько я знаю, никакого обучения не проводятся. Звоните по телефону прямого эфира. Пока представлю гостей нашей студии. Это заместитель директора средней школы номер 4 города Тверь, Светлана Леонидовна Митрягина. Добрый день. Добрый день. Это ее коллега по этой же школе, учитель начальных классов, это же самая средняя школа номер 4, Ирина Михайловна Зайцева. Добрый день. Здравствуйте. И моя коллега, ну здесь она как мама, как мама обычной нашей ученицы самой обыкновенной средней школы, это Татьяна Ларина. Тань. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуй, Роман. Поучаствую. Спасибо большое. Итак, еще раз, 3190, звоните. Мы сегодня говорим о дистанционном обучении в школах. Но не только, если у вас есть что сказать про наши заведения, которые некогда назывались ПТУ, а теперь колледжи, пожалуй, тоже звоните, но в первую очередь школы. Итак, дамы, уважаемые, что такое вообще дистанционное обучение? Что это такое, с чем едят? Почему так спрашиваю? Потому что у меня ребенок в школу не ходит. Когда я об этом только услышал по телевизору в первый раз, у меня возник такой образ, что это камера в компьютере, там педагог, как сейчас модно говорить в режиме реального времени. И он говорит так, Петров, добрый день, Сидоров, добрый день, Ващикин, добрый день. Урок географии начался. Петров к доске виртуальной рассказывает про горы Северного Кавказа. Как на самом деле проходит обучение? Ну, не все так красочно. Не всегда можно вести все уроки онлайн. В основном это используются образовательные порталы различные, мессенджеры и так далее. Социальные сети также используются. То есть все, что можно, используем, применяем. И учителя всех школ, я думаю, и учащиеся. Ну, плюс обязательно это две образовательные у нас платформы, которые в городе есть. Это Элжур и сетевой город. Они у нас велись и раньше. Поэтому с помощью этих двух платформ можно, конечно же, отслеживать и посещаемость учащихся, кто занимается в данный момент, и чем занимаются, и домашние задания, оценивания. Могут видеть и родители, и дети, и учителя. То есть полный контроль с помощью как раз этих электронных журналов, и дневников. Ну и плюс образовательные платформы. Онлайн-уроки, к сожалению, проводятся не всегда. А по какому принципу выбираться? В силу объективных причин. Ну, потому что... Сегодня география онлайн или не онлайн? И когда это решается? Накануне? За неделю? Это решается... Это даже не решается, как это правильно сказать. Вот оборудование. Я понимаю, что... Да. В данной ситуации мы исходим из того, какими ресурсами обладают наши родители. То есть в первую очередь... Родители, школы... Когда нас поставили в известность о том, что мы, возможно, выйдем на дистанционное обучение, естественно, мы провели огромную работу, выясняя, какими ресурсами владеет наша... Каждый родитель, каждая семья. Обзванивали, обзванивали, спрашивали. Обзванивали, то есть не на родительское собрание собирали? Нет. Но уже в то время... Была беседа индивидуальная с каждым родителем, с каждым семья. То есть прямо по классному журналу? Да. Иван Иванович, да? Да, мы же работаем какой-то определенный срок с родителями. Мы уже знаем примерно семьи, даже не примерно, а уже достаточно хорошо знаем семьи. И имеем представление о том, в каких условиях наши дети сейчас живут, что у них есть, конечно, компьютер. Ну, допустим, столкнулись с проблемой, что не у всех есть на самом деле веб-камеры, чтобы проводить онлайн. Верно я понимаю, что, конечно, как и я, вы тоже сначала подумали, а мы сейчас, ну так, теоретически онлайн. Но потом вы решили, так, а давайте выясним, что у кого есть. Конечно, все да. Что показали результаты опроса родителей, а сейчас проверемся, у нас даже телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, вот хотелось бы еще один вопрос, конечно, поднять, потому что мы с вами понимаем, что в силу вот этих чрезвычайных обстоятельств, ну вот вынуждены переходить школы на такую форму, и не совсем, как мы видим, к ней готовы. Но не только школы не готовы, и сами вот эти вот ресурсы не готовы. Представьте, в большом количестве люди начинают одновременно выходить в сеть. Может быть, имеет смысл не организовывать занятия, как это сегодня происходит, там, полдевятого или что-то, а в течение дня распределить. Тогда вот этих пиковых нагрузок можно будет избежать. Я бы как раз рекомендовал педагогам задуматься по вот этому поводу, а не ставить задачей сконцентрировать в одно и то же время пиковую нагрузку, которая обязательно создаст дополнительные проблемы. Спасибо большое. Я думаю, что вы меня услышали. Спасибо большое. Да, хорошее мнение. Мы об этом тоже сегодня поговорим. И пока вернемся, что показал опрос, который провели, я так понимаю, среди учеников всей вашей школы, а вы конкретно ваших классов? Ну, мы можем сказать, что даже на данный момент не во всех семьях имеются компьютеры. Сколько таких, грубо говоря, процентов? Треть, половина? Нет, не треть, но процентов пять-шесть есть. Есть, есть, есть такие. То есть, таким образом, онлайн-урок – это сразу до свидания, потому что у кого-то есть… Конечно, мы не можем исключить ни одного ребенка из образовательного процесса, поэтому мы находим разные варианты. Какие разные варианты? Ну, опять же, индивидуальный подход к каждой семье в данном случае. То есть, кому-то мы отсылаем задание по WhatsApp. Вот у вас есть ваш класс в начале, да? Да. Какой класс это? Четвертый. Четвертый, еще начальный считается, конечно, у нас уже нет. Вот, четвертый, хорошо. Что вы делаете? Сколько у вас учеников? 28. Что делать с 28 вот этих панфиловцев? Мы подключились к российской электронной школе. Все, да. Ну, мы вот последнюю неделю каникул мы опробировали эту систему. Конечно, она нас иногда подводит. А нас, извините, приростного не подводит телефонная связь, значит, интернет работает нормально. У нас снова звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Александр Анатольевич вас беспокоит. Вот я хочу высказаться по поводу нашей темы, да? Дело в том, что, как выяснилось, не во всех школах работают тверских электронники. Я связывался с начальником управления образования перед началом наших вот этих вот эпопеи со школой. И она обещала мне, что за время каникул все-таки управление образования подготовит рекомендации к родителям, да? Чтобы организованно провести. К сожалению, до сих пор ответа я так и не получил, да? Мы сейчас работаем в форме, значит, заданий от школы и выполняем их. Там дается время определенное 2-3 дня. И вот за эти 2-3 дня ребенок, получая задания, выполняет и отправляет по электронному дневнику. Ну, вот мне многие родители звонят и спрашивают, а что такое электронный дневник? Вы понимаете, что проблема была еще давно запущена в состоянии, что электронные дневники нужно было вводить в работу в течение того последних нескольких лет, когда у нас запустили эту проблему. Поэтому сейчас мы работаем исключительно в задании выполнения. А введение вот с помощью камеры, конечно, родители не готовы. У многих нет соответствующего оборудования, нет компьютеров. И поэтому для многих, вот я полагаю, даже для младших классов, это вообще-то будет неэффективное обучение, поскольку многие родители не находятся дома. А дети оставлены, так сказать, сами с собой, и здесь, в общем-то, сложно. Даже вот старшим классам сложно переходить на новую форму обучения. А про младших я уже не говорю. Поэтому каким-то образом, я не знаю, придется выходить из положения дополнительно на месяц, может быть, продлевать обучение наших детей в школе. Потому что данное обучение, особенно для младших классов, я считаю, что неэффективно. Потому что сейчас мы, понятно, что перестраиваемся на новые рельсы. И вот в этой связи, вот я выскажу свои мнения, побыстрее, более конкретно дать рекомендации родителям. Понимаете, чтобы у них не возникало вопрос. Потому что мне очень бы интересно. Обязательно рекомендации прозвучат. Обязательно. Давайте закончим этот момент. Как вы говорите индивидуально, вот 28 человек, что вы? Мы подключились к российской электронной школе по рекомендациям нашего Министерства просвещения. И работаем через электронную школу. Единственное, что, конечно, такой объем они не могут обработать быстро. Поэтому мы выполняем задания в течение дня. То есть я не ограничиваю детей своих, вот в своем классе, не ограничиваю по времени. То есть в течение дня они могут справляться, выполнять задания. Естественно, если кому-то что-то непонятно, возникают вопросы, родители звонят, телефон в постоянном доступе. Мы переписываемся, опять же. Поэтому работа налажена. Вообще эта работа сейчас идет 24 часа, 7 дней в неделю. А у нас сейчас будет трехминутная пауза. Рекламные, дорогие телезрители, не переключайтесь. Мы говорим сегодня о дистанционном обучении в школах по случаю коронавируса. Три минуты, а потом ждем ваших звонков по телефону 300-190. Итак, снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о дистанционном обучении в школах. Звоните в телефон 300-190, высказывайте ваше мнение, как учатся ваши дети. А может быть вы сами педагог, как вам приходится обучать. А мне вот тоже сразу, я понял, как более-менее проходит обучение. Но все-таки, а как преподаются науки, вот точные, допустим, математика или физика? Это в форме заданий, вот и условия, задачки. Райф писал на доске, теперь присылается виртуально, должен сам решить. Смотрите, как вариант какой. Один из вариантов, если нет онлайн, да, возможности провести урок. Онлайн через камеру все равно. Расписывается подробнейший конспект урока для ребенка именно, пошагово. То есть, что он должен сделать, что прочитать, что построить, что вычислить с примерами, с образцами. То есть, просто пошагово полностью, весь пошагово урок расписан. Потом даются тренировочные упражнения, и только после этого уже можно давать какую-то самостоятельную работу, которая обязательно проверяется. Сейчас у нас просто огромное количество работ идет на почту родителям, учителям, которые проверяют день и ночь. Множество, множество работ, потому что все классы, все пишут, хочется проверить, оценить всех детей. Естественно, все ошибки указываются, прописываются, и учителя работают, стараются индивидуально с каждым ребенком. А как это возможно? По телефону, по WhatsApp, по почте. Ирина Михайловна, вот у вас 28 человек, вот что, каждого обзвонить? Обзвонить. Иванов, у тебя жи-ши не через букву «и», да? Да, да. Ну, и вы как все? Мы пишем, мы пишем. А, вы пишете? Вот мессенджеры, да. Мне родители присылают ответы, я их смотрю, отслеживаю. И мы вот рекомендации каждому ребенку. Каждому ребенку все пишут. Хорошо, точно, но и более-менее понятно, не точные науки, гуманитарные. Природа Северного Кавказа, к примеру, или там Арктика, за которую в третьем классе двойку получил. Как вы объясняете, какие там маржи, тюлени, росты и так далее? Ну, на самом деле, вот в этом отношении, конечно, в интернете есть достаточное количество ресурсов, фильмов разных. Единственное, нам приходится их отсматривать, потому что контент тоже разный бывает, да. Поэтому мы отсматриваем, отсылаем ссылки, да. То есть, вы вот как раз вот эта замечательная вещь, как сейчас много снятых хороших, действительно, документальных фильмов, там нашла «Географика», «Би-Би-Си», наши русские тоже. И вы просто отсматриваете фильм, ну, действительно, чудесный видеоурок, прекрасный иллюстративный материал. Литература, история, география. А литературу мы читаем и отвечаем на вопросы по тексту. Читаем текст. Читаете в смысле как? Ребенок сам читает. Читает. Онлайн? Ну, как, нет. У нас же камер нету. Я имею в виду, что загружают они в компьютер этот текст. Ну, либо дома в полке. Ну, либо если, конечно, да. Но мне вот сейчас приходится делиться своей личной библиотекой. Ну, вы сейчас вообще заметили, приходишь к людям домой, а книжных полок нет с книгами. Хотят дети читать, на самом деле. Вот в этом, конечно, и беда, что закрыты библиотеки, потому что наши дети в нашей школе приучаются читать живые книги, а не в интернете. Таня, скажи, вот ты как мама, у тебя, во-первых, книги-то есть дома на полке? Книги есть, но ребенок, конечно, как и любой современный ребенок, он привык к гаджетам. И сейчас большая проблема, что ребенок, который постоянно находится дома, он залипает в этих гаджетах. Ну, и развлекающего. Конечно. Также дети, они же привыкли постоянно общаться со своими ровесниками, со своими учениками, с учителями, которых тоже очень любят. И этой возможности сейчас нет. То есть, сам факт сидения дома, это очень тяжело. Да, об этом мы чуть попозже. Все-таки конкретно мы сейчас говорим именно об учебном процессе. Как вот у тебя дома организован? Ну, у меня ребенок учится в частной школе. Какой, во-первых, возраст? 10 лет, 3-й класс. 10 лет, тоже еще начальник школы. Да. Проще, конечно, организовать онлайн-обучение, когда маленькие классы, в которых по 10, максимум 15 человек. Есть возможность выйти совместно в скайп. А если интернет подводит? Интернет может подвести, тогда воспользуемся телефоном старым добрым способом, созвонимся с учителями. Но мне тут возникает другой вопрос. Это частная школа, в которой есть педагоги, которые должны получать зарплату. Поэтому, соответственно, родители должны иметь возможность оплачивать обучение школьников. А как они будут его оплачивать, если они сидят дома? То есть, родители теряют работу по каким-то причинам. Туристический бизнес, например, останавливается. Другие виды бизнеса стоят у родителей. И, соответственно, вот так вот. То есть, в этом есть своя сложность. Также сейчас послушала уважаемых учителей и поняла, что свои трудности есть в общеобразовательных школах. То есть, там большие классы. Гораздо труднее организовать онлайн. Совместный тем более. У родителей нет ресурсов. И вообще техника у нас к онлайну, как казалось, не готова. Хотя на улице 21 века. Или компьютер ты имеешь? Может быть... Старый компьютер, который не тянет. Другое дело, просто низкая скорость интернета с перебоями и так далее. На твой взгляд, ты с какими трудностями сталкиваешься? Да, с интернетом действительно были проблемы. То есть, компьютер нормально, а просто интернет подвисает? Да, в последнее время подвисает. Именно почему-то с началом этого сидения дома, видимо, сотрудники интернет-компании тоже сидят дома и не всегда работают. Мы должны были, я считаю, понимать, что технические проблемы могут возникнуть. И нельзя на них полагаться всегда и повсеместно. А в такой ситуации, я думаю, нагрузка на интернет тоже как-то возрастает. Конечно, когда сейчас вся страна-то выходит. А скажи, у тебя, дочка, что говорит? Она... Именно сейчас тоже не касаемо того, как тяжело без любимых школьников, одноклассников, обучение. Как ей учиться? Вот в таком режиме. Очень трудно. Что? Какие трудности? Малой дисциплины. Потому что наличие учителя рядом... Которую линейку может огреться. Да, или просто посмотреть в глаза и сказать то, что думает. Это, конечно, дисциплинирует. Плюс коллектив. Когда человек находится в коллективе, он смотрит на своих сверстников, видит, что надо их догонять. Есть какой-то соревновательный момент, да, тянется. Плюс я добавлю, что у меня ребенок занимается танцами профессионально. То есть это шесть раз в неделю, минимум по часу, нужно вести интенсивные тренировки. Она привыкла к такому режиму. И сейчас это человек, который не имеет возможности это все делать без тренера, без зала. Все залы закрыты по всему городу. И онлайн-уроки, они никогда не заменят вот этого общения в команде ребят, которые выступают регулярно на соревнованиях, например. Соревнования все тоже отменились. И вот онлайн-уроки в школе по физкультуре, вот эта пятиминутка разминки, это нереально. А как физрация сейчас выглядит? Даже интересно. Преподаватели физкультуры расписывают гимнастику. То есть во время уроков, когда они занимаются онлайн, сидят за компьютерами. Каждая перемена, расписан комплекс упражнений, которые они должны делать. Вот сегодня у нас среда, в седьмом А урок физкультуры запланирован. Что происходит-то? Значит, смотрите, если, допустим, тема лёгкая атлетика, первое, что они делают, это готовят рефераты, готовятся к тестам по данной теме. И плюс, опять же, им даётся комплекс упражнений, обязательно расписанные, которые они могут дома выполнять. А в обычное время ведь никакие рефераты по физре не пишутся. Ознакомительно. Если ребёнок, допустим, болеет и не может заниматься... Принцип такой дитрат нет по физкультуре. Ну, ведь дети приходят после болезни, освобождённые от занятий физкультурой. Но они должны как-то... Они сидели на скамеечке, бегали по теле, а освобождённые к нашей занятии сидели. Сейчас они занимаются, они читают теорию, сдают тесты по данной теме. А, даже вот так? Да. Ну, конечно, это отсутствие движения, свежего воздуха. Ну, и про свежий воздух, да, конечно. Сидеть вот в ограниченном пространстве. Вот вчера... Так как урок проходит всё-таки? Ну, мы вот, допустим, в начальной школе отправили такую весёлую, подвижную, музыкальную разминку для детей на 10-15 минут где-то примерно. И вы поверьте, нет у нас сокращённой уроки. Уроки по 30 минут сейчас. Ну, пусть он 45 минут дома то там разминается, то отжимается, как положено. Ну, на тот случай, нет, человек ни турника, ни шведская есть. Ну, никто не ограничивает, он может и позже, и в перемену позаниматься. Ему задают, что сегодня у нас урок, допустим, урок там сегодня приседания, пресс и отжимания. Соответственно, 30 раз того, 40 раз сего. Ну, конечно. То есть, вот в этом плане пробуются. Да, да. Да, конечно, я же говорю, комплекс обязательно расписан, что они должны делать. Конечно, конечно. Это я про это и говорила. Ну, вообще, очень здорово, что есть люди, которые это организовывают. То есть, находятся энтузиасты, учителя, тренеры, опять же, которые делают некие онлайн-уроки. То есть, без них, вот мой ребёнок, практически, ну, почти что спортсмен, танцор, да, без них было бы очень тяжело. А так она, например, принимает сейчас участие в общероссийском танцевальном баттле. Снимает видеозаписи, танцует и отправляет. Ну, это увлечение, это уже как хобби, это не физра. Да, а физра, то есть, опять-таки, верно понимают, что, естественно, такие дисциплины, как бег, это до свидания. Ну, только вузовского бег на месте, он хорош, на самом деле, это нереально. Вот, ну, естественно, лыжи, хотя какие нынешние зимы лыжи, игровые виды спорта, тоже до свидания. То есть, урок физкультуры, это разминка и что можно поделать дома. Ну, приседания, отжимания, пресса, физическая подготовка, все. Ну, в общем, да, подготовка. И теория, теоретические знания в любом случае, все равно. То есть, учителя, они присылают материалы, с которыми, ну, допустим... Нет, ну, они, например, могут рассказать о легкой атлетике, что такое, какая дисциплина легкой атлетики. И подробно расписывают. А в рамках обычного урока так его практикуются? Конечно. Обязательно. Конечно. Им это все рассказывается, да, детям. А как, допустим, хорошо, вот, оценка-то как вы вставляете по физкультуре? Как проверить, что он отжал 40 раз? Видео снимать, да, скидывать. Ну, тут уже да. Ну, а как, да? Нет, вот то, что я вам говорила, когда им задают рефераты изучать, там рефераты, они как таковы не пишут. Решать теория? Нет, а потом они сдают тесты. И вот за тестирование как раз ребята оцениваются. Как тесты, ну, это тесты, я говорю, это еще раз, подтянуться, не будем подтягивать, не у всех есть турник. Тесты по теории. По теории. Практически не могут. Смысл уровня физкультуры в практике? Вот плохо здесь это теряется. Мы не можем это оценить. Как может учитель оценить? Вот я и спрашиваю, может быть, на камеру. Телефон поставил, ресурсы памяти на телевую, хватит минуту-две снять, какой-то сил. Не у всех детей есть такой ресурс, опять же. И также их еще очень трудно заставить что-то делать. Это действительно очень... Нет, это не такой же урок. Когда ты находишься далеко от, опять же, группы людей, ребят своих, да, и от учителей, очень трудно заставить. То есть даже родителям это трудно. То есть находится куча отговорок, дети отвлекаются постоянно на те же гаджеты. То есть нету вот... В онлайне нету дисциплины. Вот я не вижу. Я заставляю свою дочку. Ты человек должен быть сам дисциплинированный. То есть составить себе режим и жить по режиму. То есть приходится мне столько сейчас ресурсов тратить на то, чтобы вот ребенка быть ему всем сразу. И учителем отчасти, и тренером, и мамой. И... Мы сейчас живем в спортивном, по идее физкультуре не должно быть проблемой там. И присесть и отжаться. Дисциплина в команде. Она тоже нарабатывает. Ну, так как-то случились спор, дисциплинирует. Дисциплинирует. Поэтому она занимается... Ну, в разных спорах. А когда надо для учителя 10 раз присесть, уже как-то... Да. У меня гаджет, там солнце не по тем углам стоит. Это большие минусы вот как раз этого онлайн-обучения. Огромное дистанционного обучения. Во-первых, физически дети перестают развиваться. Потому что они сидят, им некогда. Они сидят за компьютерами. Портится зрение. Глаза мы теряем. Как мы сказали, Эль Михайловна, воздуха нет. Я считаю, иммунитет падает. Конечно. Это вот настолько все взаимосвязано. Скажите, а есть же, да, вот эти ограничения, которые, ну, давно уже имеются, что ребенку... Да не только с самого взрослого, в день надо столько-то предкомпидают. Да, конечно. Верно я понимаю, что из-за дистанционного обучения все эти ограничения в тартарах летят? Мы на уроке могли использовать интерактивную доску 20 минут. И то, в зависимости от возраста, с 1 по 11 класс, по САНПИНу, есть определенное время на каждый урок. Но ни в коем случае не целый урок. И даже не третий урок, а 20-25 минут. А тут типа целый урок? Получается, они не просто урок сидят, да, используют, а? Это из дистанционного обучения, конечно. 6-7 уроков каждый день. А с другой стороны, ведь тоже кто-то может сказать, никто не говорит, что нужно непременно урок... А вот непременно нам сейчас поступает звонок, видите, рифма, звонок, урок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, это снова Александр Анатольевич. Дело в том, что у меня трое сыновей, двое из которых школьники, да. И вот я хочу обратиться к родителям, чтобы обратили внимание на качество мониторов, да, вот компьютерных. Потому что от плохого разрешения быстро садится зрение. И здесь нужно родителям обратить внимание на качество мониторов для того, чтобы дети не портили зрение и чтобы не пересиживали. Обязательно нужно помнить о санитарных нормах, да, чтобы не сидели так по 8 часов. Потому что вот я тут пришел с работы как-то, смотрю, 8 часов ребенок сидел, ему срочно надо задание. Говорю, не надо срочно, не надо, лучше отдохни, лучше подтянись, потому что турник есть, нужно и на воздух как-то стараться выходить. Вот хочу обратить внимание обязательно на мониторы. Если плохой монитор, лучше отказаться от всего этого дела, понимаете, потому что испортите зрение. А здоровье для наших людей это будет приоритет. Спасибо. Спасибо, да. Что только сделать человеку, покупать новый монитор. Сейчас такая ситуация экономическая, какой монитор, тут новый батон по себе купить. Плюс купить-то зачастую негде. Все магазины, как правило, закрыты, но есть онлайн там типа, ну и то неизвестно. Так что тут, ну обратил-то. Но все-таки как вариант, может быть, действительно не обязательно в компьютере делать домашнее задание. Хорошо, задание получил, а по старинке вот пиши. Мы так и пишем. То есть в итоге, получается, он не будет 45 минут типа урока проводить. Делай все по старинке. Здесь еще вопрос, знаете, в чем? Опять же, в дисциплинированности и контроле. Если нет родителей, ребенок подросток, он сядет и будет сидеть вот так. Он не отойдет. Мы его не проконтролируем. Он скажет, я делал уроки. Вот, а когда человек сделает ребенок уроки, что он будет делать? Он опять же пойдет в планшет, в компьютер и так далее. Вместо того, чтобы побегать на улице, встретиться с друзьями, пойти на тренировку. Дети только закончили писать и общаться с преподавателями, после этого они опять же напрягают свое зрение в гаджетах. И мы понимаем, что да, здоровье превыше всего. И сейчас мы думаем об изоляции и о том, чтобы защитить старшее поколение, не распространять коронавирус. Но ценой чего? Гиподинамия и, по большому счету, депрессника, который у людей наступает, как у маленьких, так и у больших, это когда они не могут выполнять свои функции, важные для их жизни, для их здоровья, для их развития, ежедневные. То есть стоит задуматься, наверное, что происходит вообще. И чтобы нам медицина как можно скорее дала ответы. Ну, может быть, конечно, медицина. Что, кстати, говорят ваши школьные медики беспокойные, тоже ситуация, как медики. Ну да, да, да. Рекомендуют ограничивать, конечно, круг общения. Да, рекомендации, но как такового. Скажите, вы проводили вот по вашему классу 28 учеников. Сколько родителей, получается, ну, условно говоря, 28 семейных пар, условно говоря, находятся дома, а сколько вынуждены работать? Есть ли такие пары, где действительно ни мама, ни папа нет дома? Ну, вообще у нас в школе проводился мониторинг, организованно, по выявлению детей, которые на самом деле не могут получать дистанционное обучение. В силу того, что родители работают. Сколько процентов таких родителей? Ну, вот в моем классе все родители, как бы, как это правильно сказать, решили оставить детей дома. То есть они решили обеспечивать дистанционное обучение своими силами дома. То есть они... Я понимаю, я говорю, вот еще раз, 28 семейных пар у вас, допустим, сколько из них сидят дома в полусты, мама, папа, сколько папа или мама работают, А сколько, условно говоря, таких, например, в полу, и мама, и папа военные? Или он военный, она медик, и по закону они оба обязаны ходить на работу? Ну, 7-7 точно есть таких, да. Но при этом они выкручиваются и как-то... Нет, было рекомендовано, видите, открывать дежурные группы. Рекомендовано? Да, да, да. Нет, это группы в детских садах, а в школах? Нет, в школах. Дежурный класс, да. Если ребенка не с кем оставить, значит, обязательно они его привозят в школу, и в этом случае проводятся уроки. Ну, там при соответствующих условиях. То есть, есть ряд условий, при которых... Ну, это родители из каких семей, кто обязан обязательно работать? Да, я говорю, вот врачи и... Вот дети таких родителей, у нас таких не оказалось, к счастью, не к счастью, не знаю. Но у нас не оказалось, у нас один родитель, кто-то был дома всегда. А, вот так вот. То есть, таких пар у вас по школе, сколько у вас учеников? Угла тысяч, наверное? Да, у нас стоит. У вас таких семейных пар не оказалось, где... Нет, мы провели мониторинг полностью всех учащихся, таких не оказалось ни одного. Но, опять же, смотрите, это не было детей до сегодняшнего дня. Если завтра, как мы знаем, будет работать уже вагонзавод у нас в Твери, и ряд предприятий открываются, то, возможно, появятся такие дети, которых не с кем будет оставить. И тогда мы будем вынуждены открывать дежурные классы. Вы как-то прорабатывали этот вопрос уже? Ну, вот, вы говорите, если завтра война, что если завтра поход, вам... Ну, конечно, у нас уже составлен график учителей, которые будут работать. Конечно. А как вообще тоже, если с учителями начальных классов понятно, учитель начальных классов, он учитель начальных классов. Взаимозменяясь полное. То старших классов нужно, чтобы найти одного географа, правильно? Одного англичанина, немца, француза, математика. Однажды будут работать по расписанию. Вы уже нашли таких учителей. То есть у вас уже составлен график? Ну, конечно. И по расписанию они тогда будут выходить и работать, если будет такая необходимость. То есть вы готовы? Конечно, готовы. Мы куда денемся. А не просто, ой, нам нужно подумать, на еще неделю на раскачку. Как мы можем думать об этом? Ну, вот так. Как вот в моем детском саду сказали, что вроде бы дежурные группы. Я позвонил в свой сад. Ну, какие дежурные группы? Вы распределили губернатор? Да. Ой, на нас, наверное, еще не довели. Мы сейчас будем думать. Ну, уже сколько прошло времени, по дежурной группе нету. Нет, это уже отработанный вопрос. Уже назначены учителя. А я к чему вообще спрашиваю про родителей? Мы говорили о дисциплине. Получается, что у вас так или иначе, либо мама, либо папа дома. Ну, и по идее проблем-то с кнутом родительским нет. Чтобы он не ворон читал, причем онлайн по гаджету, а лезь, учи уроки. Тяжело родителям. Так и делаем. Родителям тяжело, да. А что тяжело? С каких-то пор тяжело, не знаю, ремень снять. Ну, во-первых, были каникулы, дети немножечко подрасслабились. Все, отдохнул, друг, друг. И родители жалеют, но они же родители в любом случае. Да, они же не могут быть учителями. Конечно. Родители сейчас отражают. Как он к этому относится? Вы знаете, вот у меня родители приходили домой, проверяли мои уроки. И если я там не выучил, к примеру, Некрасова, Мороз, Уевод, Дозор, мне мама никогда бы сказала, ну ладно, мне тебя жалко, не учи. Какой, наоборот, так, от тих до сих, чтобы выучил. Я ходил там по спальне, по диагонали, учил. Где-то видно, или там алгебра, я не знаю, математику не сделала. Все зависит от сознательности и детей, и родителей. Родители, я про родителей сейчас говорю. Что же родители такие? Да ладно, не учи урок. Ну, я не думаю, что такие прям... Ну, конечно. Ну, они есть, конечно. Ну, я не понимаю, что такая ситуация, когда тем более на них ответственность станет. Нет, у меня, например, в детстве как было? У меня родители постоянно работали. И я все делала сама. Но ведь вы не проверяли все так или иначе? Почти не проверяли. Ну, хорошо. То есть я самодисциплину работала. Ты сейчас сама как, вот, дочь заставляла? Заставляю. Не жалею? Не жалею. Вот. Мне приходится это делать, то есть в любой ситуации же нужно как-то выходить из положения. Я привыкла вообще к чему? Что я ребенка в школу отправила и вечером забрала, и никаких проблем. У нее была продленка, она там делала уроки. То есть полная вот детская и моя занятость. А сейчас вот приходится, конечно, выкручиваться и больше заниматься, проверять и заставлять обязательно. Потому что если детей не заставлять, они очень быстро отвлекаются, очень быстро могут начать лениться. То есть... Это нормально для ребенка? Да, это для всех нас нормально. Сначала полениться, но потом все-таки взять себя в руки и заставить самих себя работать. Поэтому мы оптимизма-то, конечно, не теряем. Я думаю, что в скором времени должно как-то у нас все зашевелиться в стране, появится какая-то активность. Потому что та ситуация, в которой все оказались, и бизнес, и активные люди в целом, да, она очень тяжелая. А такую тяжесть долго выносить, нужно как-то что-то решать. Но опять же, нужны четкие ответы, конечно, на вопросы, касаемые медицины и здоровья. А я так поняла, что еще эти четкие ответы не все знают. Да, и даже сама наука еще не знает всех ответов. И очень много зато сеет с паникой. Ну, мы не будем про панику опять сеять, панику. Не будем. Не теряю ступой. А касаемо самих педагогов, может, вы затронули немного, насколько сложнее стало, в принципе, учителю... Тоже, на первый взгляд, отправил всем, единой рассылкой, там, выучить, там, не знаю, правила русского языка, все. Можно сидеть, раньше 45 минут выступаешь, перед ними... То есть, казалось бы, легче. А по факту, как изменилась работа педагога? Работа педагога увеличилась сто крат. Конечно, в разы. Вот я уже говорила, что сейчас мы работаем 24 часа. Вот расскажи, почему? Ведь, казалось бы, отправил причастный оборот, все, пусть учат. От правил клевет Кавказа учат, отправил там история, там, не знаю, феодальная раздробленность на Руси, все, все. Вот смотрите, то, что учитель знал сам и мог на уроке рассказать ребенку, теперь он вынужден это все до мелочей прописать настолько подробно, чтобы ребенок, прочитав это, мог понять, о чем вообще речь. То есть, донести до каждого ребенка. Он же и раньше готовился к уроку. Ну, конечно. Это было все более наглядно. Понимаете, он не расписывал это ребенка, он мог рассказать и ответить вот сейчас и здесь на вопрос, что ему непонятно, да. А здесь он вынужден прописать таким образом, чтобы было как можно меньше вопросов. И потом же, опять же, вопросы начинаются, когда поток вопросов всех детей, он должен индивидуально с каждым ребенком отработать. Плюс, смотрите, огромное время, что занимает сейчас, это то, что он находится в онлайн-режиме постоянно. С родителями, педагог, с родителями, с учащимися, со школой, с администрацией, друг с другом, с коллегами. Это постоянно онлайн-трансляция и готовность, да. На телефоне, в электронном журнале. То есть, связь постоянная. Скажите, вот в телефоне, а школа как-то может оплачивать то, что педагог тратит дополнительно больше денег? Или извини? Ну, а как, совершенно больше звонков. По работе, замечу, по работе. Ведь звонить-то больше приходится, правильно? Ну, мы вообще на удаленном тоже. Удаленную, это по телефону? Мы не больше звоним, мы просто постоянно сидим на телефоне. Конечно, конечно, и в компьютерах. За свой счет, получается. Об этом, да, никто не говорит. А правда, я ведь стопудово минут больше задавалю. Кто должен это оплатить? Хороший вопрос. А, ну, я сказала, что вы делите, что работодатель должен оплачивать все издержки. А работодатель, в том числе, это школа, получается. А у нас в стране, хотя 18 триллионов рублей, говорят, накоплено, нет денег. Все за счет работодателя. Все. Ну, вот. И ответ на вопрос. Понятно. А если работодатель не имеет возможности вообще работать? Вот как он, интересно? То есть, это частный бизнес. Ну, по счастью, школа у нас пока еще не превратилась в частный бизнес. Но, тем не менее, просто, опять-таки, и жалоба учителей, которые все за свой счет получаются. Скажите, хорошо, понимаем, то есть, учителям тоже не сахар совсем. Конечно. Вы тоже ждете, не дождетесь, когда начнется нормальное обучение. Мы вообще люди, которые привыкли к общению, к живому общению. Нам просто у детей уже не хватает. Нам хочется их увидеть. И детям. Посмотреть им в глаза, в конце концов. Потому что ведь отдачу учитель получает тогда и удовлетворение от своей работы, когда он видит горячие глаза детей, когда дети радуют нашему совместному общению. Скажите, а вот тоже нам как раз звонивший говорил, что уроки через 2-3 дня, а говоря нашим журналистским языком, дедлайн, то есть, конечный срок, когда? Раньше ведь как было? Если у меня во вторник физика, и был записан урок выучить закон Ньютона, я вечером по неделе, к самой поздней, в теории, конечно, так много не знаю, ничего, ладно, авось не спросит. Но, тем не менее, я должен был выучить. А сейчас как с этим дело обстоит? Есть какой-то, опять-таки, дедлайн, то есть, ну, конечный срок, что к среде нужно депричастные обороты знать, к среде нужно там стихотворение Пушкина выучить? Как это сейчас происходит? Они работают, дети также по расписанию. Они также дневник записывают. Все это также прописывается, записывается и делается. То есть, на неделю, на четверг он пишет там по-английскому, там 10 слов. У него сейчас электронный дневник, он может открыть, прописаны все домашние задания у него. И у него домашние задания, если, допустим, сегодня понедельник, задание выполнить в среду, значит, к среде он должен это сделать. И если есть какие-то письменные или зачетные работы, которые он должен к этому времени сделать, он должен переслать в среду учителю. Назначаются конкретные сроки. А как, опять-таки, проверять, что он, вот, касаемо, еще раз говорю, иностранного языка, что он выучил нужные 10 слов или 20 или 30? Ну, это по проверочной работе. Он отсылает учителю, который его проверит. Ну, подождите, как мы учили слова? Здесь английский, здесь русский. Закрываешь, учишь. Ну, а на уроке тебя спрашивают. Иванов, как по-английски? А кто? Windows. А тут как вы спрашиваете? Ну, здесь различные методики учили. Например, можно взять текст и многоточие, например, я говорю, да? И читая текст, он должен ставить слова по смыслу. Если он не понимает... Загуглил, дописал. Ну, это уже издержки называется. Короче, в общем, честно говоря, 50 на 50 проверка английского языка. Кто-то честно сделает, кто-то спишет. История. История становления московского государства. То же самое. Надо, вроде, что-то вставить. Такой вариант ЕГЭ. Ну, он загуглил. А, Иван Третий правил. Иван Третий. Там, например, какой царь правил Иван Третий. То есть, тоже это так все. Это к вопросу о том, когда уроки проходили в нормальном режиме, да? Что нельзя на уроках пользоваться телефоном. Ну, вообще подсказывать. Да, да, да. Иванов, не подсказывайте. Ну, то же самое. Что в тот же раз и посмотрел ответ на любой вопрос. Почему на уроках мы запрещаем пользоваться телефоном? Это понятно. Ну, это вот примерно то же самое. А сейчас, к сожалению, касаемо гуманитарта, не только, собственно говоря, но и даже закон Ньютона, там, формулу. Раньше какая формула? Вот, ты должен сказать, да? А сейчас, ну, пожалуйста. То есть, это опять к вопросу следующему. Верно, я все-таки понимаю, что несмотря на все ваши старания педагогического состава, несмотря на то, что мама как цербер стоит с кнутом, и чтобы, не дай бог, то есть, качество обучения, оно сильно... Ну, я лично, как, я не учусь в школе, я не педагог, но у меня остается впечатление, что падает. Падает. При всех ваших стараниях, потому что, ну, нельзя. А английский дистанционно, ну, не все честны, как Павка Корчагин. Поэтому, то есть, верно, я понимаю, что сейчас вот обучение сильно страдает, и чем дольше продлится, тем хуже будут знания у учеников. Совершенно верно. Совершенно. И страдают все, и родители, и дети. Вы знаете, вчера разговаривал со своими детьми, и они просто слезно говорят, мы хотим в школу, мы хотим учиться, получать знания в школе. Дословно писали. С одной стороны, это так радостно, что дети осознали... Приятно слышать. Да, да. Что они осознали, что они хотят в школу, хотят, чтобы учителем преподавал урок, а не самообразованием практически заниматься. Практически, да, самообразование. Вот. Ну, дети вот, наконец, к этому пришли. Может, это даже плюс. Но желательно, чтобы это вот не затягивать. Да. Чтобы мы как можно быстрее вышли в школу и продолжили в нормальном режиме работать. То есть, они, как раз, почувствовали, как-то плохо без любого школы. Они почувствовали, да. И вы им теперь, когда все вернется, на круги задают, а что, Иванов, будешь себя полностью на карантин опять отправить, будешь опять один дома сидеть. Ну, это уже будет шутка века. Да, 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 шутка века. Абсолютно правда, у меня ребенок тоже, если первые дни вот это карантина или изоляция, да, правильно. Все, кажется, радовались. Конечно, радовались. Правда, на тренировки очень хотела. Ну, это да, это хобби. Более развлекательный момент. Но сейчас это просто, конечно, уже очень тяжело. То есть, она очень хочет в школу, она хочет увидеть учителей. Правильно, вот, посмотрите в глаза. Вот это взаимодействие, энергетический обмен между людьми. И это же необходимо вообще, чтобы силы были жизненные. Живое общение ничем не заменишь, никаким монитором. Да, да, да. Даже вот уроки идут онлайн, учителя ведут урок. Сегодня начнем урок. Вот я сама смотрела. Да, с КА, учитель объясняет. Но это совершенно другое. Восприятие вот абсолютно другое. Либо сидишь в классе, ты смотришь, либо ты смотришь с экрана. Там уже в четырех стенах. Вот действительно энергетики не хватает. Да, к тому же, когда ребенок постоянно находится в одном месте, то есть, вот эта картинка не меняется, не видит школу, разные классы, коридоры вот эти любимые, место, где погулять может. То есть, нужно же как-то менять картинку. Таня, скажи, а ты вот как мама Вера, ну, заметила, что, к примеру, вот таким образом, поскольку можно, ну, русский чуть попозже, делаешь физику тоже, там, ну, отвлекся на что-нибудь, гадаешься, и опять, что учебный день у твоей дочери, он составляет не как раньше, там, ну, допустим, с 8.30 до, ну, пусть часу, да, а он в итоге размазывается на целый день. На везде. Да, чуть-чуть занимается, чуть-чуть отдыхает, вот приходится таким образом, и более того, скажу, если бы я не заставляла, боюсь, что ребенок учился бы очень мало онлайн, если бы вообще учился. Скажи, ну, вот как раз мы опять затронули гуманитарно, да не только гуманитарные науки, ты лично так практикуешь, ну, думаю, да, и ты из общения с родителями, когда они берут на себя роль учителя, и, к примеру, ну, как проверить, как он стихотворение выучил, ну, давай, дочь, рассказывай, осталась на табуретку, в лакоморе, дуб зеленый, ты берешь себе такую функцию, английский тот же самый, без всяких, чтобы не заглянул, так, давай, так, список 20 слов, давай, вперед. Ну, я сильна в гуманитарных науках, в английском языке, в этом я могу не помочь подсказать. Ты прям именно так, без подглядок, давай, выдавай. Опять читаешь текст, давай переводить. Ну, например, с математикой, если у родителей, вот у меня, например, проблемы с математикой. Я тоже гуманитарий, да. Вот, тут уже очень большие трудности, я вообще могу не понять задание моего ребенка и объяснить. И это в третьем классе, да, даже так могу делать дальше. Ну, с другой стороны, конечно, да, я посижу, может быть, часок посоображаю. Ну, прочитаю тот самый параграф, так же. Нет, это правда, можно быть учусь. Да, для многих родителей же, правильно. А многие вот родители, которые так же, как ты, стараются, или им проще, вот, некогда мне, я устал, я не буду, грубо говоря, даже проверять стих, там, допустим, или там, вот, на твой взгляд, вообще, многие так сознательно, или, плюс, заняты бывают, работают. Конечно, многие бывают заняты собой, своими делами. То есть, желание не могут стать педагогом, и давай рассказывай, там, вот, да, о становлении Московской Руси. То есть, это нужно, не только ребенка, это и себя нужно заставить делать несвойственные тебе функции. Да, это, конечно, нелегко. То есть, вот, родители в этой связи тоже, скажи, про педагогов выяснили, дети, вам тяжелее стало родителям школьников? Ну, кому сейчас легко, как говорится. Нет, в этом плане, не в плане, что на работе тебя сократили, а в плане, что тяжелее стало, вот, в этом плане, как дети, когда учились в школе, а потом приходили, ты домашнее здание проверяла? Или сейчас, когда тебе еще и учителем надо быть? Ну, конечно, сейчас тяжелее. Ирина Михайловна, скажите, у вас двое школьников, как родитель. Мало того, что у меня свои двое детей, еще и я учитель. И, конечно, да, это очень большая нагрузка. А у вас, да, тоже, вы же тоже раньше, приходя со школы, проверяли уроки? Да. У вас-то обязательно? Да. Вообще, каждый вечер? Ну, я вообще доверяюсь своим детям. Но некоторые предметы я проверяю. То есть, вы знаете, что тяжело идет? Конечно. И в этой связи, что вы теперь, как вот Ленин с Молином на телефоне и так далее, у вас остается время на своих детей? Меньше стало ли так? Ну, меньше, конечно, гораздо меньше. Но дети дисциплинированы, поэтому в этом плане, как бы, таких больших проблем нет. Но им нужна моя помощь. В любом случае, каждому ребенку нужна помощь, поддержка. Хотя, вот родителям даже технически они должны помочь ребенку. Потому что не все в том числе. Даже если родитель не может помочь ему решить задачу, но он может помочь ему подключить этот же компьютер. Найти это домашнее задание. Объяснить, как его правильно выполнить. Да, для малышей это вообще, конечно. Которые не такие продвинуты еще в этой области. Конечно. Понятно. У нас сейчас будет еще одна рекламная пауза, после которой мы подведем итоги программы. Сегодня говорим о дистанционном обучении в школах. Итак, программа «Тема дня» снова в прямом эфире. Мы сегодня говорим о проблемах дистанционного обучения в школах. У нас завершающая стадия программы. Дамы, дорогие педагоги, скажите, нынешняя ситуация, она как-то уже, может быть, повлияла или повлияет на сроки учебного сезона? Ну, конечно. Скорее всего, что учебный год будет продлен. Уже рассматривается вопрос в Министерстве просвещения о, опять же, в лучшем, если все закончится благополучно. В ближайшие дни? Да. То на сколько он может затянуться? Ну, возможно, до 8 июня, до начала июня, до первых чисел, скорее всего, будет продлен учебный год. Ну, и экзамен тоже, соответственно, все сдвинутся. Соответственно, конечно, уже было озвучено, что ОГЭГ будут у нас перенесены сроки, как и вступительные экзамены во все вузы. И, хорошо, допустим, ну что будет, если вот идет неделя, вторая, третья, тем более, вы увидите качество обучения, не фонтан стало явно, и так далее, и к вам придет понимание, что нормально доучиться уже в этом учебном году не получится. Какие варианты решения проблемы? Ну, я думаю, что, наверное, один из вариантов решения этой проблемы будет начать новый учебный год 1 сентября с тех тем, которые мы не успели изучить в этом году. То есть, летние каникулы, оно как обед по расписанию, война войной с коронавирусом? Ну, я думаю, что лишать детей возможности отдохнуть, набраться сил после карантина. После того, как они просидели в заточении, скажем так, месяц или лета еще улучшится? Конечно, они должны оздоровиться, должны окрепнуть, чтобы потом уже с 1 сентября приступить к изучению и дальнейшему прохождению программы. Да, проведена корректировка учебных планов всех, скорее всего. Все вопросы будут повторяться однозначно уже даже по тем темам, которые мы сейчас изучаем. Да, чтобы... Ну, основные рекомендации в любом случае будем ждать от Министерства просвещения. Мы все равно будем выполнять те требования, которые нам будут присланы, то есть рекомендации. Но самое главное, наверное, уже скорее для детей, которые нас тоже, может быть, смотрят, летние каникулы будут. Ну, мы на это надеемся. Ну, это наша надежда. По-моему, это будет образумно. Мы считаем, что да. Как педагоги. Конечно. Каникулы должны быть каникулами. Да. Тань, ты как мама, как ты воспринимаешь такие прогнозы? Если, допустим... Вообще, до всей этой ситуации я, конечно, очень любила и каникулы, и отпуска, как и все нормальные люди, а сейчас я чувствую, что наотдыхались мы уже сполна. То есть ты не против, если дочь поучилась бы в июне? Пусть. Пусть она чем-то занимается. Я говорю, что училась. Пусть учится. Пусть тренируется. Если нужно будет, я абсолютно не против. То есть у тебя не будет? А мы к бабушке хотели на все лето уехать? Не хотим ни к бабушке, ни к дедушке. На море не хотим больше никакой. Хочется активности. Но мы должны не забывать, что у всех педагогов, у всех учителей есть законный отпуск. Да? Да. Которые, как правило, у нас лето. У вас тоже так пришло отпуск, глаза загорелись. Как у тех школьников, которые, наверное, услышали, что каникулы не отменяются. Я думаю, что с такой нагрузкой и на детей, и на учителей отпуск и каникулы не просто будут необходимы. Восстановиться морально. Ну что ж, в таком случае найдем какие-то еще способы для летней активности. Необходимо, самое главное, победить сейчас вот эту ситуацию, которая сложна. Но это не от нас зачастую зависит. Ну что ж, дорогие телезрители, была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, как проходит дистанционное обучение в условиях самоизоляции всеобщего карантина, почти всеобщего. Мы поняли, что очень плохо, честно говоря, проходит, потому что с технической точки зрения школам тяжело, родителям тоже тяжело. В принципе, еще интернет подводит, качество образования снижается. Поэтому, дорогие родители, все-таки вот в эти дни постарайтесь все-таки заменить педагогов. Я понимаю, вам тоже тяжело, но если вы хотите, чтобы ваши дети получили знания, получили более-менее нормальные знания, постарайтесь все-таки проверять то, как они усваивают материал, которым преподают онлайн. Онлайн, как выясняется, нас подводит. А что делать дети ваши? Если вы хотите, чтобы они все-таки знали, чем там закончился лукоморье или какой-нибудь математический пример, постарайтесь все-таки уделять внимание вашим детям. Была программа «Тема дня». Спасибо большое за участие в эфире. Вам крепкого здоровья. Доминует вас коронавирус, да пребудет знание вашими детьми. До свидания. До свидания.